Всем привет. Приветствую вас на канале Промопульт ТВ. Меня зовут Катерина Ирошина. Я главный редактор блога и других продуктов компании Промопульт. Я буду рассказывать длинную историю в нескольких частях про контент в коммуникациях с разной подходой, лайфхаки и все, что может пригодиться людям в работе. Вообще удивительно, как с контентом по-разному работают разные подразделения и не хватает какой-то цельности в подходах. Но сначала самое главное, не нужно думать, что контент может быть бесплатным. Даже если вы сидите и пишете сами, вы тратите рабочее время, соответственно, не делайте в это время другую работу. Отсюда опять тихонечко капают денежки. Ну и если где-то что-то стырить в интернете, то будет плохо, так не надо делать, карму не надо портить. Так вот, если вернуться, в принципе, к подходу к контенту, есть такая полезная книжка «Основы контентной стратегии». Ее издали в МИФе несколько лет назад. Маленькая там полезность и буквально странность на 90. Она помогает понять, что подходы к контенту надо объединять под одним зонтиком, под зонтиком бренда. То есть ни в коем случае не делить коммуникации. Одно подразделение занимается СММ, другое имейл-маркетингом, третье решило статьи писать, и каждый сам все что-то там гребет. Это самая неправильная стратегия, которую только можно придумать. При этом получается, что разным группам целевой аудитории нужны разные подходы к контенту. То есть здесь такой баланс между тем, что в принципе бренд должен генерить контент где-то в рамках одной стратегии, с другой стороны под разной целевой аудитории этот контент должен быть немножечко разный. То есть есть общий вектор, и внутри этого вектора есть некоторые различия. Вот, наверное, об этом я поговорю в первой части. Будет несколько частей про контент в коммуникациях. Давайте разбираться. Самое главное мантра, которую надо вешать на стенку, пробивать себе в голове, просыпаться и повторять наизусть. На любую единицу контента, которую, какой бы вы не создавали, даже если это письмо внутри компании, нужно задавать себе опросы. Кто это будет читать? Почему это будут читать вообще? Зачем они это дело откроют? И что вы с этого потом хотите получить? Потому что все-таки коммуникация это какой-то взаимообмен. Соответственно, вы даете какую-то информацию, запрос, полезность, еще что-то. Хотите получить что-то взамен, либо действие, либо опять же какую-то информацию. Без этого никак. То есть это коммуникация, нужно обмениваться. Поэтому любая, любая единица контента, вплоть до, ну когда Трамп твитит, да, вот единица контента твит Трампа, кто это будет читать, понятно кто, а все его подписчики, просто потому что они волнуются о политике. Почему они это будут читать? Потому что он президент, окей. Но помимо всего прочего, потому что все знают, что его твиты сильные и могут поменять судьбу мира, да, поэтому будут читать. Ну и что он с этого получает, вот это надо у него спросить, это интересно. Но в рамках компании, на самом деле, вот эта вот конструкция, она гораздо проще. И она определяет три главные штуки. Во-первых, целевую аудиторию, кто это будет читать, на кого вы целитесь. Это определяет интонацию, содержание, стилистику, все на свете упаковку. А почему это будут читать? Это интересы целевой аудитории. То есть зачем вы, собственно говоря, это пишете и попадете ли вы в эти интересы, потому что вы можете написать совершенно шикарную, интересную, уникальную штуку, которая человеку будет банально не нужна. Ну, очень просто. Человек по утрам пьет кофе, днем пьет кофе, вечером пьет кофе. А я написала очень красивый пост про то, как делают жасминовый чай. Его, кстати, очень интересно делают. Жасмин там участвует очень своеобразно. То есть чай обычно высушивают вместе с жасмином, причем не смешивают, а жасминовый цвет отдельно. Чай отдельно. Их даже могут несколько раз сменить, чтобы жасминовый арабан был очень сильный. Ну, то есть много интересного, да. Но если вы постоянно пьете кофе, и только кофе, и вас волнует только кофе, то вся эта история про жасмин, она вам только, ну, так, ну, ну, жасмин, окей, хорошо. Вот. И получится, что я очень постаралась, а вы никак не отреагировали. И если вы моя целевая аудитория, то я старалась зря. Вот. Ну, и что вы с этого получите, это цель, собственно говоря, контента. То есть всегда зачем-то это надо делать, потому что, если вспомните, контент бесплатным не бывает, вы тратите деньги своей либо компании, что-то вы с этого хотите получить. Если вы не понимаете, что вы хотите получить, то, наверное, стоит сесть и задуматься. А потом уже заниматься контентом. Вот. Поэтому я вот этот слайд буду периодически показывать, потому что это самое главное определяющее. Потом начинается стилистика, инфостиль, иллюстрации, ну, все что угодно. Но сначала нужно понять, зачем вы это все делаете. Если этого не будет, то не будет ничего. Ну, и есть еще несколько хороших шаблонов, которые помогают, в принципе, построить любое сообщение. Вот мы недавно, делали статью про армейский подход в ВМС США, как они пишут письма, у них целый гайд про это. Вот. Это кусочек оттуда очень хороший, правильный. Когда вы кому-то посылаете сообщение, человек сразу должен понять, о чем это, должен понять, что это для него. Мы должны рассказать, что там внутри, и обязательно не забыть call to action. Что нужно сделать прямо сейчас? То есть если письмо информационное, значит, примите к сведению достаточно. Если письмо требует действий, значит, оно вообще должно начинаться о том, что требуется действие, о том, что там происходит и что надо сделать. Пойди завари чаю, занеси в соседнюю комнату. Ну, чай моя любимая тема, поэтому вот такие примеры приводить. Вот. То есть вот последняя вот эта строчка, что сделать вот прямо сейчас, она очень часто отсутствует. И тогда становится непонятно, зачем вы все это писали, что вы от меня хотите. Вот. Ну и напоследок, так как это все-таки пирамида, в основании уже можно заложить и написать что-нибудь очень подробное, детальное для тех, кому нужно действительно много информации. Ну, таких людей не так много. Еще один хороший подход, который помогает сочинять пресс-релизы, которые, может быть, кто-нибудь прочитает. А также новости, писать в соцсети и так далее. Вот эти вот кто сделал, что сделал, где это произошло, когда это произошло, как он ее убил и почему это произошло в принципе. Ответите на все эти вопросы, у вас получится хорошая исчерпывающая новость. Потом вы сократите до нескольких строчек и дадите ссылку на полную новость. И все будет хорошо. И это штука, которая бессмертна. Ее можно использовать во всех ситуациях. Даже когда вы приходите домой и рассказываете, что на вас только что чуть не наехала машина. Ну, и начинаете рассказывать, кто, что, где, когда, как, почему. Почему может занять целый вечер в результате. Вот. Ну, и еще один хороший подход, про который я рассказывала, по-моему, в одном из своих роликов, это, собственно, продажа продукта. Об этом тоже надо думать, помнить и делать. Вот. Здесь тоже есть такая пирамида. У каждого продукта есть свойства, преимущества и ценность. Свойства – это его физические либо виртуальные характеристики. То есть вы рассказываете, что термобелье состоит из шерсти мериноса и специальных термонитей, которые обеспечивают влагоотведение, влагопоглощение, что там они обеспечивают. Вот. Это свойства. Если вы просто напишите, что мы вам продаем термобелье из шерсти мериносов и каких-то хитрых термонитей, на вас человек посмотрит и скажет, ну, классно, да, и отойдет в сторону. Вот. После этого нужно взять преимущество. Преимущество термобелья состоит в том, что оно не позволяет вам вспотеть и замерзнуть. То есть оно очень быстро отводит влагу, и, соответственно, вы не успеваете замерзнуть и не успеваете перегреться, и термобелье все это дело регулирует. И это тоже хорошо, на этом можно остановиться и рассказать, что вот мы вам продаем термобелье, которое отлично регулирует теплообмен, и это хорошо и здорово. Но если вернуться к тому, кто это будет читать и зачем, то можно вынести ценности, причем ценности будут разные, потому что мы возьмем, допустим, маленький сегмент целевой аудитории, это девушки, которые занимаются фитнесом. И термобелье, очевидно, нужно им для того, чтобы успешно тренироваться и не обливаться потом в зале. И вы говорите, что мы предлагаем термобелье, в нем в составе есть шерсть, меринос и все такое, а начинаем с того, что теперь ваши тренировки будут вдвое легче, потому что просто вы будете меньше потеть, ну и далее красивая картинка девушки и так далее. А с другой стороны, если взять другую целевую аудиторию, то у нас свойства будут те же, преимущества будут те же, ценность будет другая. Если мы продаем детское термобелье, мы рассказываем мамам, что ваш ребенок будет бегать из дома на улицу и обратно, зимой веселиться вовсю, и он не запотеет, не пропотеет, не простынет, не перегреется, и, собственно говоря, мы вам продаем здоровье вашего ребенка. Ура, все, обрадовались, ценность получается другая. Такие пирамидки имеют смысл строить для любого продукта, поворачивать с разных сторон. Ну вот если посмотреть на продукты пульта, будет ровно та же история. То есть промо-пульт предлагает автоматизированную систему для использования всех рекламных инструментов в интернете. Замечательно. Но когда мы берем собственника бизнеса, у которого маленький интернет-магазин и маленькая оффлайновая точка, мы ему говорим, что свойства у нас все время одинаковые. Это глубокая автоматизация, хорошая экономия и так далее. Преимущества мы начинаем перечислять, какими инструментами можно пользоваться. Но когда мы говорим о ценности, мы говорим, вы не переплачиваете агентством, все у вас под контролем, вы делаете это быстро, не надо глубоко погружаться, мы на очередь покажем и заставим. Но я шучу. То есть мы рассказываем, как самостоятельно справляться со всем интернет-маркетингом с помощью промо-пульта, потому что этому человеку это нужно. Он сам справляется, ему нужно экономить, ему не хочется копаться, как там работает этот контекст, ему нужно нажать три кнопки и что-то получить. Мы ему это предлагаем. Но у нас есть другая целевая аудитория, это профессионалы, у которых совсем другие интересы. То есть они тоже понимают, что им нужна глубокая автоматизация, снижение затрат и вот это все, что умеет делать промо-пульт. Но ценности у них другие. Мы им говорим, что вы можете ввести в одном аккаунте несколько проектов, вы можете легко сдавать отчеты своим клиентам, вы можете набрать кучу заказов, перепродавать наши услуги и получать с этого бонусы. А еще у нас есть партнерская программа, у нас есть реферальная программа и так далее. Мы рассказываем совсем другие вещи, потому что это другая целевая аудитория, опираясь на те же самые свойства и на те же самые преимущества. Вот такие пирамиды надо строить. В результате вы разделите для себя контент, содержание контента распределится и сгруппируется по разным сегментам целевой аудитории. И получится, наверное, что-то хорошее. Вот. Ну и в принципе всем этим можно пользоваться, несмотря на то, что всем этим шаблонам и историям и схемам уже очень много лет мы продолжаем говорить языком и слушать ушами. И от того, что у нас в речи появляются какие-то новые слова, это не значит, что там как бы отменились все правила коммуникации. То есть шаблонами пользоваться спокойненько можно. Если это помогает делать уверенно и спокойно свою работу, почему бы нет? Поговорим про корпоративный контент. То есть контент, который производит компанию вовне и внутри себя. Смотрите, объект коммуникации, хорошо звучит, да? Ну, когда вы создаете какой-то контент. По степени вовлеченности в тему можно выделить несколько групп совершенно разных. Например, когда вы пишете коллегам внутри подразделения, например, создаете внутреннюю вики, базу знаний. Понятно, что вы там можете писать все на уровне чуть ли не профессионального жаргона. То есть можно сказать, мы спарсили подсказки Гугла, мы там взяли данные из Ахревс, мы сделали что-то еще. Легко. Или там мы собрали хвосты и кластеризовали, и все вас поняли, да? Потому что это люди, которые на одной волне с вами. И контент для них как раз вот самый простой, потому что вы можете не сдерживаться и писать ровно, как вам удобно. Естественно, нужно заботиться о порядке ясности изложения, но можно не задумываться и не объяснять людям, что такое хвосты, например. Да, потому что они просто такие же, как вы, и все это знают. Вот. Ну, когда вы общаетесь и готовите материалы для коллег внутри компании, ситуация немножко меняется. Ну, представьте себе, да, разработчики пишут в бухгалтерию, да? И если они напишут что-то на своем языке, в бухгалтерии может банально не понять. Причем это не в обиду бухгалтерии, потому что если бухгалтер напишет что-то в адрес разработчика, может оказаться, что тоже как бы, скорее всего, кажется, что будет очень весело. Вот. Поэтому с коллегами внутри компании нужно работать чуть-чуть иначе. Дальше появляются клиенты. С ними мы тоже общаемся и тоже много им пишем. Причем разные отделы пишут им разные вещи. Здесь важно понимать, что под клиента нужно ли реально подстраиваться, да? То есть главная цель – благополучие клиента. Ну, понятно, что мы хотим заработать, но за счет того, что клиенту становится хорошо. С новыми клиентами, опять же, ситуация немножко изменяется, потому что у них еще нет опыта общения с вами. Когда контент пишется для блогов и рассылки, круг расширяется, это могут быть вообще не ваши клиенты. И для них уже нужно писать, еще больше объяснять и разбираться, кто вас читает, пояснять вещи, которые очевидны для ваших коллег либо для ваших постоянных клиентов. Ну и, соответственно, выход на внешние площадки предполагает, что вы будете объяснять еще более детально, еще более очевидные для вас вещи. Ну вот, собственно, я это проговорила. Смотрите, коллеги внутри подразделения, вот особенность, которую нужно помнить, может оказаться, что это новичок, он не знает предыстории, поэтому некоторые вещи все равно надо какие-то объяснять. То есть когда вы пишете внутренние материалы, внутренние вики, справки, письма, обоснования и так далее, нужно иметь в виду, что некоторые люди могут что-то не помнить, поэтому надо все-таки делать какие-то отсылки к ним. Но это самый простой контент, потому что он не влечет за собой каких-то больших неприятностей, если вы что-то сделаете немножко не так. Коллеги внутри компании, здесь важно понимать другое. Но вообще, как бы деловая переписка внутри компании, это отдельная тема, под которую стоит делать отдельное занятие, отдельный ролик снимать. Этим занимаются специальные люди, тоже совершенно отдельно, что, в принципе, наверное, не очень правильно. Но суть в чем? Здесь важно понимать, опять, кто и почему будет это читать. То есть когда вы пишете какое-то обращение к коллегам, и у вас есть какая-то цель, нужно помнить, что у вас может быть конфликт интересов на уровне отделов, конфликт интересов на уровне исполнителей, и можете промахнуться мимо уровня иерархии, например, написать через голову вашего начальника. И все ваши старания окажутся как бы не кстати. Поэтому в деловой переписке нужно очень четко продумывать вот именно вот эту расстановку людей в этом иерархическом балете, чтобы знать, к кому и как вы обращаетесь. Но, опять же, это отдельная тема, я просто захватила все это для общей картины. Когда вы общаетесь с постоянными клиентами? С ними чаще всего общаются либо аккаунты, либо служба поддержки, либо им пишется отдельная рассылка, допустим, для постоянных клиентов. Такое тоже бывает. Ну, понятно. Ориентир. Самое главное всегда помнить, что наша задача сделать все для вас, для постоянного клиента. Причем нужно помнить, что у клиентов тоже есть свои уровни иерархии. Есть руководитель, начальник, хозяин, который платит вам деньги, а есть исполнитель, который, собственно, эти деньги тратит и работает с вами. Соответственно, обращение к ним, оно должно быть немножечко разное, потому что ценностями бизнеса оперирует обычно руководитель, а исполнитель на ценности бизнеса так немножко может слегка забить. Это очень сильно влияет на коммуникации как раз менеджеров, аккаунтов с представителем клиента. Об этом нужно думать и понимать. Еще одна интересная штука, которая полезна знать, это вот эта проблема ушедшего менеджера, когда кто-то увольняется, начинаются очень сильные переменные пертурбации. Вот в это время контент, да, мы возвращаемся к контенту, он должен быть очень детальным и очень мягко вести к тому, что как бы человек ушел, но все делалось правильно и так далее. Вот. Ну и самое важное, клиента, в принципе, без разницы, что происходит у вас внутри. Вот. Я такие ошибки периодически встречаю в... Я веду несколько занятий по контенту в школе имейл-маркетинга и часто читаю там примеры писем, люди пишут, простите нас, пожалуйста, у нас тут случилась неприятность, у нас отключали телефон и интернет, умерла бабушка, поэтому мы вам неделю не писали, а теперь мы вам пишем, и вот вам за это наш бонус в качестве извинения. Ну, при этом человек, который получает это письмо, в принципе, может вообще не помнить, что он подписался на эту расписку, на эту рассылку. Он может... Да ему вообще все равно на самом деле. И что там отключали, и что там происходило. Не, бонус он возьмет, конечно, да, но для него это не будет таким... причиной для волнений. А вот если написать, что вот вы упустили нашу шикарную распродажу, хотя вы оставляли у нас заявку на вот этот продукт, вот тут он поднимется и заинтересуется, что это вы мне не сказали. Вот. То есть нужно помнить все время о том, что внутренние проблемы компании, если они не отражаются на судьбе клиента, лучше про них вообще не говорить. Кого это волнует? То, что там вы выросли, у вас новый офис, вы переехали, вы поставили кондиционер, все это можно как бы рассказывать коллегам, не надо рассказывать это клиентам. Клиентам интересно то, что касается их кошелька, их судьбы, их клиентов и так далее. Вот. Ну и опять же отдельный раздел это работа с неудовлетворенным клиентом. Это опять же тема для целого занятия. Вот. Работа с новым клиентом может немножко отличаться с точки зрения содержания контента. Почему? Потому что клиенты приходят на определенные обещания. Им что-то продали, они приходят получить то, за что они заплатили. Причем они не очень хорошо знают, как во всем этом ориентироваться. Вот в этих случаях очень хорошо помогают пошаговые гайды и всякие руководства, объяснения, как пройти, сколько кнопочек нажать, что означает вот эта галочка и так далее. Вот. При этом может оказаться, что клиенты имели негативный опыт работы с другим похожим сервисом, и это иногда сказывается на, и происходит перенос на новый сервис. Поэтому, если есть возможность, и политика компании позволяет, можно говорить о том, что в отличие от нашего конкурента, мы здесь делаем вот так. Иногда это может сработать в большой хороший плюс. Вот. Но при этом новый клиент человек настороженный, потому что он только-только дал вам денег и не очень уверен, что он знает, что получит. Вот. И здесь нужно аккуратненько объяснять, рассказывать. И иногда стоит вот просто буквально разжевать на пальцах то, что вам уже давно надоело повторять, но этот клиент новый, он этого еще ничего не видел, ему это реально надо. Это такая штука, я не буду говорить, казус альпиниста. Очень полезная для понимания, понимания, что и зачем вы делаете, тоже. Вот. Есть еще один сегмент целевой аудитории, он есть практически у любой компании, которая пишет хотя бы иногда в блог и ведет рассылку, это, собственно говоря, читатели блога и рассылки. Вот. Анекдот в том, что это, скорее всего, могут быть не ваши клиенты, то есть человек может заходить в блог просто из поиска, либо просто подписался на вашу рассылку, не является клиентом и так далее. Именно поэтому в блог и рассылку рассматривают еще и как источник потенциальных клиентов. Поэтому в блоге и рассылке периодически надо продавать что-нибудь, но не слишком навязчиво, потому что не факт, что люди будут готовы покупать. Вот. При этом здесь очень большая разбежка в уровне знаний и опыта. Люди могут быть вообще немножко не в теме и подписались просто для интереса. Ну, так, допустим, я подписалась на очень много каналов и рассылок про UX, потому что я немножко разобралась в UX, позанималась, и мне кажется, что я там что-то понимаю, но я понимаю, что я не понимаю процентов 90. То есть все остальное очень интересно для моего развития и так далее, но я вот у них на уровне как бы вот плентуса, потому что вот то, что они рассказывают, мне так, о, классно, круто, но я это не буду сейчас применять. Вот. И такие ситуации случаются регулярно, особенно ярко это проявляется, когда вы читаете вебинар, рассказываете много сложных и интересных вещей, а в комментариях приходят люди и спрашивают, скажите, а как создать вообще рекламную кампанию в контексте? Вот. Ну, и после этого. Вот. Поэтому нужно помнить, что читатели блога чаще всего большой процент окажется немножко не в теме. Но такие вещи надо изучать. То есть стоит опросить читателей блога, попытаться периодически делать какие-то опросы, либо смотреть вообще, что лучше заходит и так далее, чтобы найти баланс между все-таки просвещением и рассказом интересных вещей, и рассказом банальности, которые тоже людям нужны. Ну, можно просто смотреть на посещаемость, на реакцию на все статьи, на что реагирует лучше. Если у вас лучше реагируют на простые пошаговые гайды, то можно заключить, что ваша аудитория не так профессиональна, как вам бы хотелось. А вот если к вам в комменты про какой-нибудь парсинг сайтов приходят люди, начинают комментировать какие-то действия и говорить, что вот здесь можно было использовать другой инструмент, что-то сделать, если таких комментариев много, можно заключить, что ваша аудитория высокопрофессиональная, для них можно выкатывать какие-то сложные штуки, можно писать реже, но глубже. То есть за читателем блога надо следить. Надо смотреть, что они в принципе лайкают, на что они смотрят, что им больше нравится. Ну вот у нас недавно после редизайна блога добавились еще возможности лайкать статью, то есть не социальные кнопки, а именно на статью плюсик поставить. Ну и я смотрю, на какие статьи пропорции между просмотрами и плюсами получше, и получается, что это наша тематика. В целом все равно все любят тексты про соцсети. Ничего ты с этим не сделаешь. Вот. Ну и в блоге, и в рассылке не надо забывать продавать, потому что люди все-таки лояльны, им не жаль заплатить своим временем и почитать ваши тексты, значит, наверное, они ровно так же согласятся посмотреть, а что у вас там нового. Может быть, у вас есть какой-то модуль, которого им не хватает. Вот. Ну и самая сложная аудитория это читатели на внешних площадках. В отличие от всех остальных, это может быть радикально чужая аудитория. То есть вы можете в нее банально не попасть, тогда будет вообще просто беда. Вот. А можете наоборот прийти туда, где вы считаете, что аудитории нету, а окажется, что люди нормально вас воспринимают. Подбор площадок это совершенно отдельная тема. Я о ней немножко буду говорить в следующих частях. Ну, суть в том, что нужно разобраться в вашей целевой аудитории. Потому что, когда мы говорим, это все люди, у которых доход выше, ниже, и они живут там в Московской области и так далее, это все очень такая фикция. Вот если мы знаем, что там много автомобилистов, например, вашей аудитории каким-то образом узнали, да, то это значит, что вы одну из внешних площадок можете протестировать это какие-то автосайты, подстроить ваш оффер под владельцев автомобилей, подобрать аргументы, которые помогут их убедить, подобрать историю, которая их завлечет, и потестить, что они в принципе могут, как они могут отреагировать. Ну, автомобилисты условно, можно смотреть площадки не обязательно глубоко тематические, но и, соответственно, разница в отклике тоже будет. Вот, соответственно, с этими людьми сложнее всего коммуницировать и сложнее всего готовить контент, именно потому, что вы очень мало знаете о том, кто, собственно, будет это читать. Поэтому на площадку нужно идти, смотреть, смотреть, что читают больше, что комментируют, как комментируют, если общие комментарии есть, на что люди реагируют, на что они вообще не смотрят, в каких интонациях пишется и так далее. Без этого внешний контент может превратиться в тыкву. Все будет плохо. Вот. Если канал один, вот как наш любимый ВИСИ, да, ВИСИ.рус, бывший, кто-нибудь помнит вообще, что это был Цукерберг, позвонит, да? Сейчас это как-то звучит как вообще какая-то жуткая ирония. Вот. ВИСИ, он, его читают все, кто в диджитале, да, его читают очень много, разных, на самом деле, людей, которые все имеют отношение к диджиталу. И чтобы там выделить свою аудиторию, можно сделать это просто с помощью картинки, заголовка и анонса, как обычно. То есть картинка, заголовок и анонс могут вам привести очень конкретную целевую аудиторию. То есть те, кто не включится, пойдут, пойдут мимо. Ну вот как здесь. Я часто буду приводить в пример статьи компании MAP, просто потому, что я знаю кухню изнутри, и это небольшая компания, на примере которой можно реально научиться, как что-то делать. Потому что, если говорить о компании промо-пульт, мы, я могу рассказывать, как мы это делаем, и буду рассказывать, как мы это делаем, но у нас бюджеты и стратегические подходы крупной компании, ну, мы крупные, вот, поэтому это масштабируется на небольшой бизнес, наверное, чуточку хуже. Вот. А здесь пример бизнеса небольшого, у которого сразу все видно на пальцах и отщелкивает моментально. Поэтому я вот буду приводить примеры пульта и вот компании MAP, в которой я знаю, откуда, что берется. Вот. Ну и вот смотрите, здесь сегментация проведена очень четко. Люди, которые, в принципе, в состоянии отреагировать на Google Tag Manager, их не так много. И среди огромной аудитории VC, мы сразу выделяем людей, которые будут читать и поймут, о чем будет речь. Вот и все. То есть использование всякого рода профессиональных слов, жаргона, сокращений, либо использование отсылка к персонажам из какой-то узкой сферы помогает сегментировать аудиторию. Это уже, это просто аксиома. Вот. Ну и плюс здесь добавилась Ягла. Ягла, не все пользуются этим сервисом, соответственно, мы опять сегментируем аудиторию. То есть, а здесь добавляется, как заменить Яглу с помощью Google Tag Manager просто быстро и бесплатно. Ну, тут понятно, что это триггеры, которые включают интерес уже на уровне «Ага, мы платим Ягле в месяц, вон сколько», а на самом деле можно сделать все это проще. Вот мы уже получили читателей. Обратите внимание на количество закладок. Полтысячи закладок, это показывает интересы аудитории. То есть, эту тему можно развивать, вкачать и двигаться дальше. А вот пример пульта. Мы знаем свою аудиторию, естественно, мы решили для себя, что мы ориентируемся в основном на владельцев малого и среднего бизнеса либо специалистов, которые работают на малый и средний бизнес. Профессионалы и так все знают хорошо, они просто идут и пользуются. Вот. А людям, которые как раз не очень любят погружаться в детали, но при этом хотели бы, чтобы им помогли быстро, недорого и эффективно что-то сделать, вот для них мы ведем блог, рассказываем, и по статистике я вижу, что отдача вполне нормальная, то есть мы попали в аудиторию. Ну и посмотрите, вот я специально рамочкой выделила маркеры, которые включают интерес определенного круга читателей. Вот, допустим, посередине парсинг любого сайта, одна из популярных статей у нас. Screaming, frog, SEO, spider. Это маркер, который четко включает SEO-шника, SEO-шника, у которого есть деньги, потому что это платный сервис, и SEO-шника, который глубоко копает. Все, человек пошел читать. Но при этом для чайников это немножко такая игра, потому что получается, что ты с одной стороны делаешь это все легко и просто, с другой стороны у тебя должны быть деньги на эту программу. И такая аудитория достаточно большая, посмотрите, тут 7000 просмотров, это хорошие цифры для нашего небольшого блога. Есть такие попроще, допустим, топ-поиска по картинкам. Как попасть в топ-поиска по картинкам? Понятно, что аудитория здесь очень широкая, то есть все, кому хочется свои товары, изображения продвинуть в топ, они пошли читать. И посмотрите, здесь тоже очень неплохая статистика, и эта статья продолжает набирать популярность. Дальше смотрите, советую по подбору кликабельных изображений для объявлений RCI и KMS. Очень четкие маркеры RCI и KMS. Кто не реагирует на эти аббревиатуры, ну, значит, ему не надо просто читать. И так далее. И вот, допустим, про как порадовать клиента внезапным апдейтом четко ориентировано на управленца, потому что как порадовать клиента, допустим, нормальному человеку, как бы ему его это не заботит. Человек приходит, работает от и до, а менеджер-аккаунт-руководитель общается с клиентом, соответственно, как рассказать, чтобы заказчик не уволил агентство, это лексика, и эти слова подразумевают, что хорошо бы это почитать владельцам, руководителям агентства и управленцам. Соответственно, они это идут читать. То есть, каждое слово в заголовке, по сути, должно помогать вам либо сегментировать аудиторию, либо привлечь ее внимание, либо пообещать и заставить кликнуть. То есть, вся конструкция, заголовка, леда и картинки, это инструмент манипуляции. Вы говорите, вот ты иди сюда, читай статью срочно. Если вы этого не говорите с помощью картинки, заголовка или леда, то количество читателей у вас будет, ну, какое-то. Читателям надо манипулировать, это честно. Все манипулировать, ничего не сделаешь с этим. Даже в Библии, по-моему. Ну так, если закопаться. Я упоминала уже казус альпиниста, очень полезная штука, которую стоит однажды для себя понять и после этого немножко успокоиться. Откуда я на него набрела? Был момент, когда я очень много читала и слушала вебинаров и статей, и книжки, читала про продающие тексты. И когда вот начитываешься в теме, это было достаточно давно, сейчас я этим увлекаюсь гораздо меньше. Вот, когда начитываешься в теме, начинаешь видеть повторы. То есть один и тот же спикер выходит на сцену и рассказывает примерно одно и то же. Сегодня рассказывает, через неделю рассказывает, через месяц рассказывает, и все время примерно одно и то же. И это начинает бесить, потому что, ну, вы же копаете тему, разбираетесь, и вот попадается все время одно и то же. Ровно так же в обратную сторону. Вы растете, развиваетесь и так далее, а в блог по-прежнему нужно писать какие-то банальные вещи. И вас это тоже бесит, раздражает, хочется писать сложные штуки. Сложные штуки можно делать, имеет смысл. Но на самом деле, ну, представьте, действительно, вы растете, да? А в это время внизу, в долине, подрастает поколение, которое на горы только еще тот, кто начинает смотреть. И это ваши клиенты, и у них есть деньги, и вы их должны у клиентов взять. Это люди, которым нужно рассказать, как подниматься на маленькие холмики, как лазить по стремянкам. А то, что вы сейчас сами залезли уже вот на Эверест, если кто-то видел эти картинки с очереди на Эверест, это ужасно на самом деле. Вот. Ну, куда-то еще там, на хорошие горы. То, что вы туда залезли, это хорошо для вас, но давайте глянемся назад. Люди, которые должны принести вам денег, они вот там внизу. Им нужно рассказывать про простые вещи, постепенно их растить, рассказывать и так далее, но должны быть вот и банальности. То есть эти банальности тоже нужно говорить. потому что там вверху за облачной высоты может быть там есть какие-то суперклиенты, но может быть и нету. А вот эти вот люди, они вот, им с ними нужно работать. То есть, скорее всего, и это больное место для многих редакторов, когда они планируют блог и думают, о чем писать. А профессионалам, может быть, совсем уже не интересно примерно то, что нужно читателям и пользователям. И новые люди, которые не знают банальных вещей, они же рождаются каждый день, приходят в эту сферу и продолжают работать, и вам нужно по-прежнему снова и снова все им рассказывать. И вот когда вы осознаете, что люди, которые вас читают и ваши профессиональные интересы, это немножко из разных сфер, примите это и поймете, что это нормально и хорошо, и вы помогаете этим людям вырасти и добраться до тех высот, до которых вы добрались, после этого начинаешь строить план, все контент-планы спокойно, без нервов и без конфликта вот этого, что мы-то уже там давно совсем о другом вернулись. Вернулись и делаем сначала простые базовые штуки, рассказываем, как этот Google Tag Manager подключить и настроить. Вам это еще раз надоело, а людям это надо, они читают, они благодарят, они переходят, регистрируются, покупают и так далее. И вот мы уже начинаем работать с лояльными клиентами. Вот такой вот интересный казус альпиниста. Сейчас мы сделаем перерыв. Я закончила первую часть моей длинной истории про контент в коммуникациях. Оставайтесь с нами на канале Промополь ТВ появится еще несколько частей, в которых я буду рассказывать более детально про контент по-прежнему в коммуникациях. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...